Работа Виктора Юрьевича Багрова жизнерадостной и светлой, как и он сам. Родом из Переславля он с детства любил рисовать. Именно эта любовь и привела его в Загорск, где Виктор Юрьевич поступил учиться к инохудожнику в техникум игрушки. Наш город, Переславль, старые улочки и деревни, натюрморты на тему крестьянского быта. Старые работы и совсем старые, и свежие есть, разного характера. Ну и я как бы продолжал эту тему крестьянскую, как у меня музей. И эту тему я продолжаю на холстах. И я думаю, что свой какой-то почерк вырабатываю. Удалось, не удалось, я не знаю, что здесь уже зрителю. Виктор Юрьевич не только художник, но и очень активный общественный деятель. Его частный музей крестьянского быта уже стал одним из притягательных уголков города. Прекрасная выставка. Просто Виктор молодец. Ну, сделал просто праздник без всякого ложного пафоса. Он замечательный как художник, но он еще художник-просветитель. Он организовал такой замечательный музей в центре города, такой оазис древней старины. Вы там были? Нет, я там был. Когда туда приходишь, ну просто радость берет. Видишь предметы русской старины, которые согреты теплом рук людей, живших перед нами, наших поколений. Это очень замечательный художник. Мы его любим, знаем. У него очень широкая душа, уникальный человек. Ну и, вы знаете, его проекты связаны с историей Сергея Посада. Это очень замечательные проекты. Я посильно участвую в этих проектах, помогаю. И сегодня мы будем его поздравлять и вручать награду. О награждении Багрова, Виктор Юрьевича Ордена, польза, честь и слава. Все эти три слова, это без сомнения относится к нашему явля. Похлопим. Виктор Юрьевич стремится сохранить историю для следующих поколений. В этом весь Багров. Эта выставка – итог 70 лет жизни, где были и 10 лет работы председателем местного отделения художников, и создание музея «Жили-были», проект создания улицы мастеров и постоянное творчество. Вот самый главный художник – это фантазия, мысли красками, карандашом и на холсте. Вот это главное. Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые любители искусства. Сегодня в этом зале проходит торжественное закрытие выставки члена Союза художников России Виктора Юрьевича Багрова «Завещанное, заветное». Слово для приветствия предоставляется начальнику управления развития отраслей социальной сферы администрации Сергеево-Пасадского района Ферсановой Наталье Владимировне. Добрый день, дорогие друзья, я хочу начать с моего выступления основания, которые вы только что услышали. Если картина попадает в душу, значит художник народный. Картины Виктора Юрьевича, они действительно попадают в душу. Смотришь на них и проникаешься в любовь ко всему, ко всей народной культуре, которая присуща именно нашему городу, тому богатству, который в нашем городе находится. Выставка открыта была в ночи искусства и была посвящена единению. И вот это единение сквозит во всех работах Виктора Юрьевича. Я благодарна, что у нас в судьбе, что она дала мне возможность познакомиться с вашим творчеством. И я бы хотела сейчас сказать о вас еще как о человеке, который, в общем-то, на своем энтузиазме создал музей. Этот музей, который не поддерживался никакими федеральными или областными структурами, а этот музей живет. Значит, он народный, значит, все то, что вы делаете, нужно. И этот музей сейчас известен везде, и где бы мы ни были, мы говорим о музее крестьянского быта, жили-были. И слава нашла героя, четыре премии губернатора. Это есть показатель деятельности Виктора Юрьевича и показатель того, насколько его желание сохранить и показать и поколениям, и приезжающим сюда туристам наше народное творчество, нашу природную аутентичность, насколько это востребовано сейчас, насколько это сейчас нужно. Виктор Юрьевич, то, что вы делаете, это нужно, это воспринимается и это любится людьми. А мы хотим, чтобы это было, ваше творчество было для людей. Спасибо вам большое. Стихи Лидии Динуловой По окраинам безымянным много каменных громад. Все равно он деревянный город, Сергеев посад. Все равно его проулки, переулки, закрома украшают без охулки деревянные дома. Возле них жива природа и облагорожен труд, И сады и огороды оберегами зовут. Был когда-то город славный, весь лесами окружен. Родине служил исправно с незапамятных времен. Возле лавры рос он бойко, стал с ремеслами знаком. Деревянные постройки возводились топором, Разбегались по врагам, растекались по холмам, А над ними белым стягом возвышался Божий храм. Время, жизнь меняет власно, новый век полно забот. И в посаде громогласно стройка разная идет. Но в кольце громадных зданий, возведенных так хитро, Сохранилось, как предание, деревянное нутро. В нем народ-градостроитель, в нем история сама. Берегите, берегите деревянные дома. Слово предоставляется главе городского поселения Сергеев Посад, Константину Витальевичу Негурицу. Уважаемый Виктор Юрьевич, уважаемые участники выставки. Конечно, грустно говорить, что закрывается. Но, конечно, это не закрывается, потому что ваше искусство закрыть невозможно. Да, ваше искусство, оно всегда уже с нами. И это прекрасное искусство. И ваши пейзажи, ваши натюры морды дают такое ощущение русскости. Именно здесь, Россия. И мы не можем восхищаться вашими работами. Но я бы хотел сказать, я думаю, вы не только народный художник, но вы еще народный историк. Потому что у вас, здесь уже сказано было, никто не помогал. Была ваша идея это сделать, и вы это сделали. И просто вот это ваша работа, желание сохранить историю. Потому что если бы не вы, вот эти предметы, которые находятся в вашем музее, мы бы их потеряли. Да, их бы не было. А благодаря вам они остались с нами, это видят наши дети. Я когда в вашем музее, я каким-то особым восторгом, может даже воспринял этот зал советской истории, советского быта. И он тоже вызывает неподдельную восторг у детей, когда они видят у меня ряд предметов, которые я еще мальчиком держал в руках, и с тех пор их не видел, увидел опять у вас на выставке. И это такие добрые ощущения, которые, конечно же, у нас бывают, когда мы находимся там. Именно поэтому ваша работа востребована. Ну а также, конечно, и сохранение истории нашего города. Вот ваше решение, связанное с барельефами на кинотеатре «Мирка», которые вы тоже потеряли. А это тоже наша история, это тоже работа известных мастеров. И спасибо вам, что вы такую работу ведете, и мы вам за всю вашу деятельность очень благодарны. И вот по обращению собрания почетных граждан, мной как главой города, принято решение о награждении вас, наверное, высшей наградой нашего города. Это знак заслуги перед городом Сергием Посад. Я с большим удовольствием хочу вам эту награду выречить. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АТО Я НАЧНУ СТРОИВ СВОЮ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ПРИКИ ИНТРИГУ АПЛОДИСМЕНТЫ из художника, это нужно. Спасибо. Выставка Виктора Юрьевича закрывается, но дружба библиотеки имени Розенова с творческими людьми продолжается. И отдыха здесь нет, и перерыва здесь не будет, потому что вслед за выставкой Виктора Юрьевича Багрова нас ждет еще одно замечательное событие. 15 декабря здесь открывается выставка члена Творческого Союза художников России Андрея Эдуардовича Яковлева. И вот передавая эстафету следующему автору, мы предоставляем слово Андрею Яковлеву. Дорогой Виктор Юрьевич, я вам очень благодарен, потому что, в принципе, вы и Сергей Евгеньевич Боков открыли дорогу мне в творчество. Мы изменили просто свою жизнь, смог, как говорится, на голову поставить, а потом наоборот. Тут много хорошего говорилось, но я хочу сказать, какой человек, Виктор Юрьевич, вот именно как человек. Вы знаете, это не просто патриот своя рода, да, но это и учитель, это и лиценат, это и просто вот человек, который не безразличен. Ему не безразлично, скажем так, если он видит, что он где-то что-то делает, какой-то дом, да, реставрирует, там, или просто ремонтирует, вот он идет, он остановится, он подойдет, скажет, ну что же вы делаете, там, или увидит, где-то, ломает что-то, он подойдет, скажет, то есть он мимо никогда не пройдет, и вот это многого стоит. И, Виктор Юрьевич, что я хочу сказать, спасибо вам за все, и многое вам лето. Вот, вы действительно работаете не просто вот для города, для района, вы работаете для России, потому что то, что вы делаете, это действительно очень масштабно и очень ценно. Спасибо. Действительно, оба художника, один в живописных, другой в резных работах, воспевают нашу большую и малую родину во всей ее красе. И сейчас прозвучит песня «Ромашковая Русь», исполняет Надежда Лукашина, ученица детской музыкально-хоровой студии Дворца культуры имени Юрия Алексеевича Гагарина. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok «Ромашковая Русь» 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 Дело в том, что я на него, как говорят, глаз положил, когда ему было лет 13, а может быть 14. Я заметил в этом мальчике, ну, необыкновенный дар, ощущение цвета, колорита. Вот, и я, в общем, не ошибся. Вот до сих пор, как говорят, мы... Сколько, видите, лет? Сколько? 40, но больше. 60 с лишним, а не 40, понимаешь? Какой тут 40, убавить? Так вот, я, конечно, как можно, короче, Бога мне уж предупредил, и я постараюсь. Значит, так, сегодня коснулся разговор вот нашей этой улицы Валовой. Вот, и случайно или как, но вот Виктор зацепился тут, понимаешь, и художники наши тут несколько домиков. Вроде это было, ну, обычное, да? А потом вдруг, и очень возможно, это, и, наверное, уже становится эта улица, можно сказать, жемчужинкой нашего города, и вот Виктор сейчас занимается сбором, вот, я-то с ним много ездил по разным местам, и вот что интересно, значит, увидит где-нибудь сарай в поле, заброшенный. Он идет туда, и начинает смотреть, и потом, вы обратите внимание, как он ходит по улице, он идет, и вот так, идет, и смотрит, что-то находит, и что-то находит, вот так, покрутит, видно, не нужно, бросит. Так вот, Виктор, и вот все вы, давайте мы проявим энтузиазм насчет вот этого Викторова музея, который он собрал, это, конечно, уникальная, прекрасная вообще-то его эта работа. Но Виктор мечтает, там еще один дом, почти пустой, там сделать музей Рублева, и у Виктора есть, как говорит, план, он это обдумывает, как это может хорошо привлечь посетителей. Рублева, Рублев-то наш, он тут, он тут грибы собирал, понимаешь, в свое время, вот, и это будет очень кстати, но, а я Виктору уже предлагаю, я говорю, Виктор, у тебя все есть, кроме плуга. Вот это вот, как на лошадях. Между прочим, да, и лошадь нет. Я вообще-то в мое детство, я коснулся этого дела, который в полной мере на лошадях все раньше были. Вот, и у меня сейчас есть предложение, вот, загоритесь этой мыслью. Значит, в этом пространстве, этой улице, там есть, значит, лошадь, коня, и Никуну Селениновича Виктора, понимаешь, за этим плугом, вот, и лошадь. Вот, представьте, вот такое, вот, а сзади ракета космическая. Нет, это точно, это ВО будет, понимаете. Как Черчилль сказал, Сталин принял, говорит, с Сахой, а передает, говорит, с космическим кораблем. Видите? Давайте займемся этим. Это очень, очень, очень. Собираем деньги на лошадь. Художников у нас много, много и скульптора, и народный, и это могут сделать великолепно. Это не какие-то уж там миллионы, это ясно, понимаете. Мы больше работаем на энтузиазме, понимаете. Видите, я хотел добавить, ну, Сергей Евгеньевич говорит, у тебя сарай есть? Я говорю, нет, она жаль. Я хотел тебе, говорит, свинью подарить. Ну, в общем, а почему свинью-то, поняли? Вот свиньи. Вот. Она, она на сцене была там где-то, а потом он ее принял. Он мне воспрел такой подарок. В общем, Виктор, тебе... Сегодня ты меня еще раз поразил. Я не думал, что ты такой большой человек. А он еще раз сидит чудо, понимаете. Откуда он взялся, понимаешь. И вдруг великолепной работой, понимаешь. Это вообще, я скажу, Россия наша, понимаете. Или разве нам выдаваться? Не будем, не будем. А вот этого Селенивича обязательно надо здесь, с этой ракетой, с ракетой. Это, видите, будь здоровым. Слово предоставляется председателю Совета почетных граждан Сергеева Посадского района, Бокову Сергею Евгеньевичу. Сегодня приятно, что передается такая вот эстафета, как сказала наша ведущая, Любаша, что Виктор Юрьевич уже мастер, передает свою какую-то вот эстафету, выставка к выставке. И это впервые у нас в районе. Понятно, что 15-го числа приедут к Андрею Эдуардовичу уже другие какие-то гости. Скорее всего, наверное, будет много и военных, потому что он у нас такой, в общем-то, был такой секретный агент. Все знают прекрасно, но сейчас уже, что он возглавлял отдел по борьбе с терроризмом. Был неоднократно ранен, контужен. И все его творчество зиждилось на том, что он вдруг, когда отдел вериги в одном из монастырей, почувствовал себя каким-то другим человеком и своим боевым ножом впервые вырезал на какой-то кошмарной доске дубовой, то ли березовой, которая вообще не поддается никакой резке. Он вдруг вырезал первый свой храм. И так начала свою дорогу выставка «Путь к храму». Сегодня будет выставка уже «История в лицах». Конечно, безусловно, глубокая и яркая личность Виктор Юрьевич. Он пограничник. Он, по сути, пограничник. Он служил на границе, а граница, в отличие от линии фронта, не передвигается. Также Виктор Юрьевич, он, как вы сейчас сказали, поселился в форпосте на улице Валовой и держит эту улицу как-то в руках. А это означает, что и многие другие такие же могут, подвижники русского искусства, культуры, также где-то стоять на своем месте, удерживать свой рубеж. Это очень важно на сегодняшний день, потому что мы видим, что вокруг происходит. Обескультуривание, расчеловечивание. Но Виктор Юрьевич, несмотря на то, что прожел большую жизнь, он, конечно же, в первую очередь художник. И заканчивал он, даже когда в школе участь, он ходил к себе во дворец культуры в городе Переславле и учился у Куца, как оказалось. Один из первых его учителей был Куц. Второй, один из учителей, когда он поступил уже сюда, в художественное техническое училище, игрушки, был Геннадий Иванович Галактионов. То есть, понимаете, какая-то вот эта вот преемственность поколений, и вдруг мы видим, что какие-то находим черты, стиль, форму, жанры. Вот в этюдах, в натюрмортах. Вот это очень важно и интересно. И, конечно, я вспоминаю первые наши с ним знакомства. Когда я еще вернулся из армии, мы строили здесь городки и начинали возрождать большие театрализованные действия. Значит, Виктор Юрьевич Багров, Страшко. Да, был, значит, Юрь Страшко, потом был Вилья Верди, Денис. Вот они первые мне поверили и нашему коллективу Томас поверили. И начали с нами лепить какие-то крепости, какие-то горки для снежных королев, еще что-то. Я думаю, какое счастье, что в городе есть люди, которые не смеются над тем, что мы предлагаем, а шьют с нами костюмы, записывают детские песни, строят детские городки. И когда мы с ним в 90-м году впервые стали депутатами районного совета, я в нем увидел другие черты. Вот того самого пограничника. Ведь он прошел сложную жизнь. Мы сейчас говорим про Воловую. А чтобы эта Воловая на сегодняшний день сохранилась и появился музей Виктора Юрьевича, бандиты приезжали пугать. Дом его сжигали. Внуков там растерзать обещали. Что только не было. Подставляли его по финансовой линии, когда он был председателем Союза художников. Создавали какие-то такие ситуации, знаете, провокационные, чтобы его выжить, чтобы его выдавить, чтобы не дать ему развиваться. А он стоял на своем и спас в свое время Союз художников. Я помню, как мы вместе ходили с ним, к Василию Дмитриевичу Гончарову. Как он добился новой теплотрассы. Не от трикотажной фабрики, а от рабочего поселка. И этим самым, вот я сейчас даже подготавливаю документы, вот какие-то на награждение. Я сам смотрю, у меня есть фотографии, где вот есть Андрей Демин, там еще Бальченко вживой, другие сидят в шубах, мерзнут. Следующая фотография, там через пару лет примерно, все уже в костюмах, все прекрасно себя чувствуют. Это тоже был Багров. И он этим самым спасал наше ремесло. Как мы с ним спасали этого Загорского конька? Галина Львовна, да, Багров, значит, Наташа Смирнова. Многие этого сейчас не знают. А тогда это было очень тяжело. Это были лихие 90-е годы. Вот сейчас вот молодежь, которые, они, знаете, сидят дома на диване и пишут, кто это такой? А вот этот вот такой. А этот уже вообще на свалке истории. Да если бы не было таких, как он, 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 он. И не было бы вообще у нас сейчас истории. Понимаете, это по большому счету, я говорю. Вот, и поэтому, конечно, то, что сейчас вот был создан им когда-то музей, сейчас он начинает развитие свое получать. Я однажды приехал в Министерство культуры, захожу, а там висит на стене две картины. Висят две картины, не соврать бы, конная упряжь и весы. Совершенно видно, помню, смотри. И весы. То есть там они оставлены, у него была персональная выставка, с этим тоже была смешная история. Вот однажды. Да, это была такая смешная история. Мы попросили привезти эту выставку нашему одному другу, депутату, значит, Дроздому Сергею Николаевичу. И он говорит, куда везти-то? Я говорю, приедешь на Воловую, мы тебя загрузим и поедем потихонечку все готовить. Ждем час, ждем два, ждем три. Я звоню и говорю, Сережа, ну так нельзя, нас люди уже ждут, мы подводим. Он говорит, понимаешь, никак мы не поймем, мы что-то никак, где кто за нами, никто не выходит. Я говорю, ну вы приехали на Воловую, приехали. Ну и что, а рядом проспект Мира, а там это, я говорю, вы куда запоролись-то? Они нашли в Москве эту улицу Воловую. Приехали туда и ждут, когда их там загрузят. Вместо этой Воловой, ну такая смешная история. История смешная была. Вот, ну и сегодня, я тебе и не даст. Давай я переименую Воловую в Москву. Да начинается. Друзья, я хочу поблагодарить всех, кто сегодня за пришел. Вот, и самое главное в наше время не оставаться равнодушным ко всему, что происходит. Петрович, как ты меня учил? Правильно? Ты как батька, что мне говоришь? Я тебя вижу насквозь. Я тебя вижу насквозь и глубже. Вот, давайте видеть друг друга насквозь и даже глубже. И все у нас получится. Всем спасибо. С праздником. Выставка не закрывается, Игорь Ильич. Не закрывается. Продолжается в следующем поколении. Спасибо. Спасибо тебе за твой труд. Ждем вас на открытии выставки весных работ члена Творческого Союза художников России, ветерана боевых действий Андрея Эдуардовича Яковлева. Открытие состоится в субботу, 15 декабря, в 14 часов. А в заключение вас ждет музыкальный подарок. По Руси моей пойду. Для вас поет Юлия Славянская. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ По Руси моей пойду, словно страница, Не чужая я, ведь ей не изгнанница. Буду правду я искать правду Божию, Посох путь проложит мне в бездорожье. Что жара, что метель, В скорби вечной нет, Будет мне трава, постель, солнце, свечка, юбку, Пусть кружатся надо мной, Черные волны, поклонюсь земле родной на все стороны. Ой, родная Русь моя, Русь державная, Ты лежишь в промышленной тьме, православная, Закудишь, дозвони, Иван, полу, лакан, Русь святую пробуди от сна долгого. Ла, 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 ла. Чтобы люди все от сна пробудились, На колени больниц поклонились, Поклонились Христу, Богу нашему, За тебя и за меня жизнь отдавшему. И пока я в жизни сам, Это вскорный час, Возопели бы Христу, Ты, о, милую нас. Ой, родная Русь моя, Русь державная, Ты лежишь в кровешной тьме, Православная, Загутишь, зазвони, Загутишь, зазвони, Русь святой, Пробуди от сна долгого, Русь святой, Пробуди от сна долгого. Ой, родная Русь моя, Русь державная, Ты лежишь в кровешной тьме, Православная, Загути, зазвони, И ими вам колокол, Русь святой, Пробуди от сна долгого. Русь святой, Пробуди от сна долгого. Русь святой, Ты, от сна долгого. Аплодисменты 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 С удовольствием еще раз посмотрела выставку Виктора Юрьевича Багрова. Но я хотела бы сказать о нем как о личности. Очень давно я знаю Виктора Юрьевича, поскольку мы с ним работали в полном взаимопонимании с тех пор, когда он возглавлял Союз художников нашего района. И тогда в те времена, в плановые времена были еще, у нас были грандиозные планы. Мы строили отдельный дом Союза художников, но, к сожалению, в связи с начавшейся перестройкой финансирование было прекращено, и мы этот дом так и не построили. Вот сегодня Виктор Юрьевич говорил также о выставочном зале. Его строительство тоже было начато рядом с Домом Союза художников. К сожалению, там сейчас стоит китайская стена, и эта стройка прекращена. Он всегда на острие вот тех событий, которые происходят. Он неравнодушный человек. И то, что он отстоял улицу Воловую, вот в том первозданном виде, поскольку я помню те времена, когда передавались вот эти дома деревянные, художникам нашим у них не было мастерских, и мы еще только начинали эти стройки и планы по строительству. Эти дома были переданы. Идея-то Поповой Нина Анатольевна была реализована. Ведь в свое время, когда строилась концепция развития Загорска сначала, а потом Сергиева Посада, эта улица представлялась пешеходной и туристической улицей в свое время. Ну, этому не дано было осуществиться, но Виктор Юрьевич сохранил эту улицу в том виде и не позволил снести вот эти деревянные дома. Это вот островок, такой действительно жемчужина вот этих оставшихся деревянных домиков, которые художники поддерживают. Это великое начинание дела. Я думаю, город непременно должен поддержать этот островок, такой исторический островок в нашем городе. самого доброго желаю Виктору Юрьевичу такого же оптимизма, бодрости духа и, конечно, прежде всего, здоровья и тех художников, которые на этой улице живут. Нам всегда нравится творчество дедушки. Так уж случилось, что он не только дедушка, а еще и духовный наставник всей нашей семьи и не только людей, все, кто здесь собрались. Он многим был учителем, другом хорошим и очень приятная атмосфера, все очень понравилось. На будущее побольше выставок, может быть, в других городах, в Москве, может быть. Я знаю, что у него были выставки в Берлине, когда меня еще, кажется, не было. Ну, можно это все еще раз устроить, я думаю. Это художники не просто один другой, а это группа, которая дружит, встречается, обменивается какими-то идеями. Это друзья от одного к другому было передано. Каждый раз работы в разном помещении выглядят по-другому. И вот здесь очень солидно. Бывает вот такая нарядная легкость в работах, а здесь такое освещение не очень сильное, и работы смотрятся так довольно глубоко. Хотя я уже видел их много раз, но вот сейчас по-новому. я пожелаю, чтобы его планы все очень правильные, благородные, добрые, они у него осуществлялись. И ему сил для этого и настроение. Я очень рад, что в городе у нас проходят такие значительные мероприятия. Виктор Юрьевич праздник устроил нам, и офицеры России, как вот общероссийская организация, готовы способствовать во всех проводимых мероприятиям. Огромное ему спасибо. У нас с Виктором Юрьевичем очень и очень древние корни по городу Переславлива. Когда мы с ним познакомились в 2008 году, то через борьбу за улицу Валовую мы с ним образовали фонд Комитет по наследию, который явился ядром спасения этой улицы. Улица Валовая. Туда входил Сергей Боков и некоторые художники писатели и допустим Саша Спиртов ныне почивший. И через этот комитет мы добились очень много культурных программ, сотрудничество с администрацией города Сергеев-Пасад и администрацией района Сергеев-Пасад. Добились того, что улица сохранилась, хотя она висела на волоске. Буквально мы спасли эту улицу через Московскую областную думу, когда нас вызвали на комитет по этике депутат Гордеев от нашего Сергея Посада и через этот комитет мы эту улицу защитили. Если бы не этот факт, то улицы сейчас бы уже не было. Но Виктор Юрьевич «Большой ограненный бриллиант, который сверкает всеми красками радуги. То есть он и рассказчик, и художник, и скульптор, и резчик по дереву, и архитектор, и культуролог, и историк, и журналист в какой-то степени, землепроходец. То есть более разностороннего и талантливого человека в Посаде, но надо еще поискать. Очень была теплая встреча. Самые лучшие впечатления, конечно же, потому что город Сергеев Посад мой родной, любимый город. И я очень рада, что меня пригласили на этот праздник. Здесь действительно было, как вот уже было сказано, воспевание Руси и в картинах, и в поэзии. С Виктором Юрьевичем Багровым я знакома уже небольшой, правда, период времени, но видела его работы, и сегодня же было радостно еще раз увидеть какие-то и новые работы, и уже полюбившиеся старые. Конечно же, мне больше всего нравятся его работы, связанные с нашим городом, это с Сергеевым Посадом. Выставка у нас действительно открылась 4 ноября в День Народного Единства. И все те мероприятия, которые здесь проходили, конечно же, проходили на фоне картин Виктора Юрьевича, нашли большой отклик в сердцах тех людей, кто был у нас на мероприятиях. Виктор Юрьевич неоднократно был участником наших мероприятий, в частности, он провел замечательный мастер-класс для ребят из Сергеево-Посадского колледжа, это ребята из интерната, они остались очень довольны этой встречи, как-то просветленные духом стали, да, и Виктор Юрьевич поделился и открыл для них, наверное, вот ту самую русскую душу, тот мир, который должен быть в каждом русском человеке. Большое ему спасибо, мы будем ждать его новые выставки в стенах нашей библиотеки. Субтитры подогнал «Симон» субтитры подогнал «Симон» субтитры подогнал «Симон» субтитры подогнал «Симон»